Здарова, пупсики! Меня зовут Далер Блэк. Сегодня мы играем на Амазинку Онлайн на сервере Азуры. Залетел я сюда сегодня, чтобы посмотреть, опять же, очередную интересную тачку. Позади меня красуется розовая BMW M3 E46. Тачка у нас сегодня, естественно, заряжена. Посмотрим, как она едет, как она рулится. Вы же присаживайтесь поудобнее. Мы начинаем. Начнем мы, естественно, с внешнего вида. И как же эта машина выглядит классно! Просто посмотрите на вот эти симпатичные ноздри. Вот тех времен, как же это все красиво! Посмотрите на вот эти фары. Господи, какая же красивая тачка! На нее еще и обвесы есть, которые здесь уже установлены. Корпус у нас сегодня вот такой вот нежно-розовый. И настолько классно выглядит, действительно, вот я бы никогда не додумался до такого цвета. Установлены кастомные золотые диски. Просто посмотрите, это же просто кайф! Установлен градиент, задние фары, я вообще в шоке. Ну и, само собой, пацаки, с этой машиной ассоциируются самые теплые воспоминания из детства. Need for Speed, вот это вот все. Это, конечно, да, это было очень классное время. Сейчас бы туда вернуться, сесть вот эту Бэху, опять же, М3-ю. И просто кайфануть. Но сегодня мы на ней в амазинге. Поэтому давайте посмотрим, что у нее по номерам. СМО, три семерки на 50-м регионе. Рамки у нас никакой нет. Установлена тонировочка. И, в общем-то, все. Машина по внешке выглядит следующим образом. И, я так понимаю, модельку ее немножко подкорректировали, потому что раньше она была чуть-чуть другой. Очень красиво. И перед тем, как мы с вами посмотрим, что же у нее такого интересного в ПТСе, естественно, я вам предлагаю скачать амазинг онлайн по ссылке в описании. Установить лаунчер, зарегать своего персонажа на любом из шести серверов. Обязательно ввести мой промокод DOLER большими буквами, который вы сейчас видите на своем экране. За него вы получите до 300 тысяч рублей, а также X2 бустный аккаунт на 12 часов. Поэтому, пацаки, если вы желаете кататься на таких же классных тачках, залетайте в амазинг на любой сервачок. Я вас жду. Мы же с вами смотрим, что в ПТСе у этой М3. Владелец Терри Хилл. Спасибо ему за предоставленную тачку. Модель авто BMW M3 E46. Целка 71%. ГОСКО 10 миллионов рублей. Количество владельцев 65. 55 номера пойдет. Улучшение двигателя. Stage 2. Развал, сигналка, антирадар, аудио, нитро, гидро и неон у нас установлены. Бензобак 63 литра, дополнительный 75. Я так понимаю, пацаки, здесь установлено два дополнительных бензобака. Сейчас же давайте уже прокатимся на этой красотке. Запускаем наш двигатель. И как же классно она выглядит. Я не буду переставать удивляться этой машине, потому что действительно она очень классно выглядит. И очень редко ее собирают, между прочим. Подобных заряженных автомобилей я не видел вообще никогда. Если честно, в Амазинге собирают все что угодно. BMW M5 F90 и так далее. Но только не эту машину. А тачка-то ведь классная, пацанята. Единственная ее проблема, и скорее всего, почему эту машину не собирают, это опять же проблема с заносом. Да, когда мы с вами вот так вот в поворот заходим, она дает боком. Чего, конечно же, не хотелось бы здесь видеть. И на самом деле, пацанята, я понимаю прекрасно, что возможно в жизни эта машина так и едет. И здесь у нее очень реалистичное управление. Но, когда мы все играли в Need for Speed, мы знали, что эта машина просто очень хорошо прет. Здесь она дрифтит, и как-то вот эта вот привычка, что эта машина не должна дрифтить, она все-таки остается. Я бы на самом деле не хотел, чтобы эта машина дрифтила, и это здесь абсолютно, как по мне, не нужно. Я прекрасно знаю, что вы беситесь, когда я говорю, что машина не должна дрифтить. Она должна на самом деле дрифтить, но не эта бэха. Я не хочу видеть подобные автомобили в дрифт-моде каком. Для этого существуют морковники, чайзеры, всякие 240SX. Дрифтите на них, пожалуйста, но эти машины не трогайте. Мы же с вами, пацаки, приехали на наше нужное место, где сейчас будем замерять разгон этой машины с нитро и без нитро, а также посмотрим, что у нее по максималке. У меня под рукой находится секундомер, вы на своих экранах будете видеть самое точное время. Поэтому на счет три, раз, два, погнали! Я не знаю, какая здесь максималка. Чип у нас установлен второй. Разгон в целом неплохой. Стоп! Максималка 278 км в час. Разгон у нас с вами до этой максималки 8 секунд. И это очень хороший показатель, учитывая, что это заднеприводный автомобиль. Разгон действительно очень сытный. Подвеска у нас, как вы можете заметить, не очень. Но для этого установлена гидравлика на автомобиле. И обратите внимание, какие широкие здесь колеса. Я предполагаю, что они такие широкие, из-за того, что здесь установлены обвесики, которые расширяют наши арки. Но от этого тачка выглядит еще кайфовее, поверьте. Но самое интересное, как это обычно бывает на заднеприводных тачках, какой здесь разгон на нитро. Для этого зажимаем наши нитро и на счет три. Раз, два, погнали! И на удивление машина разгоняется хорошо. На самом деле хорошо. Немножко сейчас были проблемы. Это 6 секунд. Машина на 2 секунды разгоняется быстрее. И на этом спасибо, на самом деле. Потому что все из вас, я уже миллиард раз это повторял. Машины на заднем приводе очень плохо разгоняются на нитро. Поэтому 2 секунды это тоже очень хороший показатель. Тут на самом деле мы с вами быковать не будем. И в целом, пацаки, мне нравится, как эта машина рулится, как эта машина разгоняется. Машина действительно достойна внимания. Сейчас давайте отправимся в тюнинг-центр. Посмотрим, что у нее по обвесам. А дальше тест управления. Погнали! Ну что, друзья, мы с вами находимся в тюнинг-центре. И с всей этой кучей нам доступны всего лишь тюнинг-комплекты. Давайте взглянем. Здесь нам доступно 2 тюнинг-комплекта. Первый за 8 миллионов. У нас же установлен второй за 6 миллионов 400. Эта сумма, конечно, очень большая, учитывая ГОСКу вообще, в принципе, этого автомобиля. Но, тем не менее, спасибо, что они здесь есть. И на счет 3 я вам предлагаю взглянуть, как эта машина изменится в первом тюнинг-комплекте. Раз, два, три. Тут на самом деле, конечно, я впервые вижу этот тюнинг-комплект. И я так предполагаю, что их добавили эти тюнинг-комплекты совершенно недавно. Относительно недавно. И этот тюнинг-комплект у меня не вызывает абсолютно никаких эмоций. Возможно, только отрицательные. Потому что это лавочка не в тему. Вот эти дыры в корпусе не в тему. В крыльях. Я не знаю, что это вообще такое. Для чего такой тюнинг-комплект нужен. Но, в общем-то, напоминает то, что когда-то было в Need for Speed. Особенно передний бампер, конечно же, очень сильно это напоминает. Выхлоп у нас переносится на пороги. И это, конечно, интересно, с одной стороны. Но я все-таки думаю, что вот этот тюнинг-комплект под номером 2, конечно же, выглядит намного круче. Машина становится более приниженной, более злой. Я уверен, что большинство игроков предпочтут именно комплект номер 2. Нам же, к сожалению, больше здесь смотреть нечего. Поэтому давайте выкатимся. И отправимся на наше последнее испытание. И это тест управления. В котором эта бэха должна себя проявить с хорошей стороны. Погнали! Ну что ж, прибыли с вами на наше нужное место. Где у нас по классике есть точка А и есть точка Б. Нужно добраться по всей этой длинной трассе с поворотами до точки Б максимально быстро и невредимо. У нас сегодня заряженная BMW M3 E46. Тачка, которую любят абсолютно все. Но почему-то никто ее не собирает. Давайте уже выясним, как эта машина доберется до точки Б. У меня под рукой находится секундомер. Вы на своих экранах будете видеть самое точное время. Поэтому на счет 3. Раз. Два. Погнали! На самом деле я сейчас думал, как же все-таки провести тест управления на этой машинке с занижением или без занижения. Но я все-таки предпочел вариант с занижением. Потому что в основном эти машины катаются без гидравлики. И этот тест будет максимально честный. Потому что на гидравлике все-таки понятно, что эта машина приедет немножко лучше. Стоп! Это 26 секунд. И это в целом неплохой показатель, учитывая, что эта машина заднеприводная. Учитывая, что трасса имеет множество поворотов. Она многоуровневая. И почему я всегда выбираю именно эту трассу? Потому что на ней действительно можно испытать управление автомобилем. Но пацаки! В последнее время я задумываюсь поменять эту трассу для теста управления. И если у вас есть какие-то варианты, пишите мне их обязательно в комментариях. Рассмотрю и какой-то из вариантов возможно появится в будущем ролике. Мне же сегодня, пацаки, эта бэха действительно от души понравилась. Потому что управление очень классное. Оно действительно классное, приятное. Сегодня как-то, знаете, даже быковать не хочется. И даже несмотря на то, что она дрифти. Дрифт здесь не какой-то душный. Он не напрягает абсолютно. То есть, когда вы сами захотели, вот так вот зажали. Вот так оп-оп-оп. Можно как-то с этой машиной справляться. Я очень рад, что на эту машину есть тюнинг-комплекты. Это на самом деле удивительно. Я думал, здесь ничего подобного нет. Но нет, все-таки здесь тюнинг-комплекты есть. Да, немножко дорогие. Но опять же, ситуация на разных серверах по ценникам всегда разная. И отвечая на вопрос, стоит ли собирать подобный автомобиль. Да, конечно стоит. Машина очень красивая. Посмотрите на эти фары. Посмотрите на эти ноздри. Это очень красивый автомобиль. Безумно красивый автомобиль. Поэтому, пацаки, если вам есть что добавить к этому ролику, спускайтесь в комментарии. Я все комментарии всегда читаю, всегда отвечаю. Обязательно ставьте лайк этому ролику. Это поможет продвижению. Всем спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Удачи!